так друзья всем привет в работе блок еды c16 c31 блок от volvo будем делать запись с помощью комби лоудера сканматик 2 pro и соответственно открытого модуля еды c16 bcm подключение согласно схеме сейчас приложу видеоролику картинку в общем начинаем bcm dc16 открываем здесь конфигурациях настройках выставляем 1 и 2 у б.д. сохраняем скорость оставляем высокую g5 на 5 вольт далее нажимаем идентификация на блок питания 12 вольт уже подано нажимаем идентификация все у нас выдает идентификатор процессора показывает что у нас есть внешняя флэш размер флэш и и внешняя и про ok сохраняем переходим на галочку флэш здесь нам нужно поставить общие действия не поставить что у нас есть внешняя флэш и внешние и промо попробуем по крайней мере сейчас так внешние flash в общее действие соответственно дальше нажимаем чтение нам по сути нужно flash и и бром вычитать внутри меня flash внешние flash внутренняя flash внешняя flash так если выбрали неверно вам просто выдаст ошибку соответственно еще раз проверяем через идентификацию видим что у нас есть внешние флэш размер флэшей и внешние и пром переходим внешние флэш общее действие и нажимаем чтение все чтение у нас пошло можем немножко подождать соответственно подключение у нас по вот этой схеме я обычно использую подключку по возможности от пациент флэш у него более красиво более наглядно соответственно 53 и 33 это у нас g5 5 у нас постоянные 1241 это у нас к 1543 это к line ждем чтение так можно зайти к спорту правку и посмотреть что нам нужно чтобы сохранить файл в открыть то есть для сохранения прошивки не сжатом двоичном виде необходимо удерживать клавишу shift при нажатии кнопки сохранить то есть когда файл у нас вычитается надо нажать клавишу shift ну так как с открытым файлом работает на любой к калибровщик если будет в закрытом не каждый возьмется за работу этого файла так чтение дальше пошло побыстрее все у нас загрузился и флэш и ипром нажимаем ok здесь видим в окне внешняя флэш загружены внешние ипром 4 килобайта загружена какой процессор и номер программы нашего блока и был соответственно по этому блоку номеру блоку будем подбирать прошивку если мы покупаем или соответственно эту прошивку отдаем калибровщику на калибровку соответственно создаем папку сохраняем сразу как положено то есть еды c и dc 16 c 31 подписываем что это у нас volvo в моем случае xc 90 и также подписываем версию программного обеспечения в идеале 103 75 12 769 769 далее нажимаем клавишу shift и вот эту галочку сохранить shift удерживаем нажимаем сохранить открываем рабочий стол нашу созданную папку и здесь нажимаем сохранить файлики не переименовываем вставляем так же как его пишет комбилоудр сохранить успешно сохранен открываем для проверки видим у нас два файла и промка есть и основная флеш есть далее передаем эти два файлика на калибровку и соответственно после чего записываем в обратном порядке так продолжаем теперь делаем запись блока модифицированным файлом прошивки прошивку делал на базе стока нам было задание сделать тюнинг отключить сажевый egr и отключить вихревые заслонки контрольная сумма в файле не подсчитана соответственно будем считать его самим загрузчиком для того чтобы загрузчик его посчитал кон корректно нам нужно чтобы было подгружено и флешка и и промка вот соответственно открываем файл который нам нужно записать есть ну и пром у нас соответственно из прошлого сеанса подтянутый но тем не менее выбираем его заново есть здесь ставим галочку общее действие и записываем на клавиатуре ничего не выжимаем включаем блок питания нажимаем запись можно сделать дополнительная идентификация когда у нас проходит идентификацию значит блок выходит на диагностику на связь соответственно все работает нажимаем ok нажимаем flash галочка запись текущее содержимое был будет потеряно нажимаем продолжить да дамб у нас уже сохранен подсчет контрольной суммы дальше соединение и запись блока блоки которые пропущены соответственно не перезаписывались и всю программу он не перезаписывает он записывает только те блоки которые были изменены в прошивке нажимаем ok все на этом запись тюнинг файла завершена убеждаемся что блок все еще работает и делаем идентификацию если все проходит соответственно блок живой как видим блок выходит на связь дальше вы можете либо продиагностировать на столе либо уже на машине на этом запись тюнинг файла завершена на этом все всем удачи в работе всем пока используйте с такими блоками именно хорошее оборудование в данном случае был комбилоудер но также могу порекомендовать пациент flash r77 77 модуль естественно в оригинале китайский отлом этого не делает на этом все всем пока